Ник, что он делает? Привет, Ник! Здорово, брат! Какая критобудня? Отлично, о чем расскажешь? Слушай, ты вообще на какой бирже торгуешь? На Binance. Отличная тема. Давай сегодня тебе расскажу, что такое централизованная и децентрализованная биржа, чтобы ты больше понимал, где тебе лучше торговать и не потерял деньги. Давай, брат. Отлично. Я так понял, ты не знаешь, что такое централизованная биржа, верно? Нет, не знаю. Это как раз таки Binance. Binance, KuCoin, Bybit и все вот эти вот приложения бирж. Ты понял, ты это все знаешь, самые популярные биржи. Это называется централизованная биржа. Условно, объясните, как это работает. Ты берешь свои средства, заливаешь на биржу, после чего ты торгуешь условно деньгами биржи. Цифра каменной экране. Но после, когда ты захочешь вывести эти бабки, пишешь подтверждение, и биржа тебе высылает эти деньги. То есть, условно, деньги не принадлежат тебе, окей? Ты запомнил. Да, я запомнил. То есть, ты управляешь деньгами, но они не в твоей власти, а не у биржи. Это важно. Понятие есть. Окей, отлично. Давайте пройдемся под децентрализованным биржам. Я думаю, ты про них не слышал. Тоже не знаю. Окей. Какие децентрализованные биржи мы знаем? Это, блядь, я сам не помню. Окей. Как происходит взаимодействие теперь с децентрализованной биржей? У вас есть кошелек. Метамаск, блин, фантом, неважно, это неважно. И вы через биржу децентрализованную совершаете обмен токенами. Здесь происходит немножечко по-другому. Жесткие ребята. Короче, здесь деньги только ваши. И совершая обмен, вы совершаете обмен с пулом. Пулом, который хранится на бирже. И, условно, в одном обмене вы проворачиваете деньги. То есть, деньги всегда находятся под вашей властью. Вы никогда не остаетесь в такой ситуации, что деньги у кого-то, и вы там верите значениям на экране. Вы сразу же уже поняли, что тут безопасности тема, да? Ты уяснил, что я тебе говорил про централизованные и децентрализованные, да? Да, брат. Окей, супер. Давай продолжим и немножечко подытожим плюсами и минусами централизованную децентрализованную биржу, окей? С плюсов централизованных. Это нулевая комиссия за переводы средств. Если хочешь один токен поменять, на другой, ты платишь ноль. Так происходит, потому что ты, можно сказать, манипулируешь деньгами биржи, окей? Из-за этого не взимаются никаких комиссий. Второе, это скорость транзакций. То есть, ты нажал раз-раз-раз, за секунду у тебя биткоин поменялся на эфир условно. Ты понял? Понял. Отлично. Комиссия нулевая, скорость передачи данных, ну, моментальный. Далее, это интерфейс. Все знают, что все новички регистрируются на Bybit, Binance. И все очень просто, потому что все интуитивно, просто. Адекватно. Все интуитивно, просто. Очень легко понять интерфейс. Это по плюсам. По минусам, это, конечно же, безопасность. Потому что все-таки ваши средства находятся под покровительством биржи. Ну, такое, скажи, потому что были случаи, когда биржа накрывалась, обнулялась, и средства пользователи теряли. Окей? Неприятно. Неприятно, правда, друг. Кому это хочется? Окей, теперь по плюсам и минусам где-то реализованность. Из плюсов я могу отметить, что это как раз-таки безопасность. То есть, деньги только у тебя. Это единственный плюс, но он очень важный. Они принадлежат только тебе. Из минусов это долгие переводы. Комиссия за переводы не маленькие. Тем более, если вы торгуете на сети Ethereum, это вообще может быть неприятно. И интерфейс. То есть, гораздо сложнее освоить, где централизована биржа, чем централизована. Поверьте мне. То есть, за все приходится платить, понимаете? Давайте, опять-таки, подытожим и выясним, на какой биржу нужно торговать. Окей, если у вас небольшой капитал, там, до условно 10 тысяч долларов, то советую вам не париться. Торговать на централизованном бинансе неважно. И бед не знать, потому что, ну, такой капитал, который потерять не так страшно, окей? Если же вы крупный инвестор, у которого там миллионы долларов, то я думаю, вы уже сами поняли, что вам не стоит торговать на централизованных биржах. Потерять несколько миллионов долларов, это все-таки более опасно, чем где-то десятки. Окей? Маленький капитал торгуйте на биржах по типу Binance. Большой капитал, заводите себе метамат, не знаю, какой-то валет и торгуйте так. Ты понял? Я понял, брат. Где будешь торговать? На Binance. Ха-ха, хорошо. До следующей встречи. Давай, брат. Увидимся, Ник.